всем здравствуйте меня зовут елене и вы на моем канале о самопознании сегодня я хочу предложить вашему вниманию расклад который еще пока не решила как я его назову но вы уже видите его название поле вы перешли суть заключается в том что данный расклад он достаточно сложный но как я уже говорила своей болталки кто ее не смотрел ссылку оставлю в описании к этому видео очень рекомендую к просмотру действительно я приняла решение что буду постепенно вводить на свой канал достаточно такие сложные философско-психологические расклады которые по сути помогают действительно понять себя то есть моя задача еще больше узнать себя еще больше понять себя но эти процессы они индивидуальные и вы сможете понять себя не потому что я вам буду давать готовые ответы а потому что возможно где-то я буду включать вас эту искру либо мотивировать на то чтобы вы начали дальнейший путь и дальнейший поиск самостоятельно то есть я не планирую давать вам конкретные ответы на скорее всего такие философские идеи до для того чтобы их понять нужно будет остановиться своей суете и немножечко поразмыслить для того чтобы найти осознать подумать переоценить что-то своей жизни и так данный расклад будет на одну позицию вообще философские расклады я буду делать на одну позицию это не расклад с целью общего с точки зрения дать вам диагностику а с точки зрения того как это может выглядеть если вы придете на индивидуальную консультацию чтобы вы могли узнать о себе знаете такая некая демо версия но все равно в этих демо версиях вы сможете услышать в кавычках услышать через состояние через ощущение что-то что вас может зацепить напоминаю акцент мы делаем на ощущение и в идеале после расклада нужно работать над собой в понимании того сделать некий такой анализ что меня зацепило почему для чего хотя бы несколько минут делите этому внимание иначе это будет просто ненужная информация которая сливается в мусор конечно вам решать что делать с ней или нет но если вы действительно хотите развиваться и я предлагаю вам вариант ваше право выбрать его или нет итак сложность расклада и в чем его пользу ну во-первых расклад в раскладе мы посмотрим диагностику ваших потребностей за основу данного расклада я взяла известную всем многим неважно пирамиду потребностей масло это иерархическая модель потребностей человека то есть пирамида потребности отражает одну из самых популярных и известных теорий мотивации американского психолога абрахама масло и это теория иерархии потребностей дело в том что отношение людей к ней неоднозначно как обычно ко многим вещам кто-то за кто-то против но здесь я не буду рассматривать в чем плюс минус так ли это или нет а моя задача показать вам знаете некий такой срез ваших потребностей на что вам необходимо было бы обратить внимание с одной целью понять именно понятие какую потребность вам необходимо закрыть на данный момент и либо то на чем вам нужно поработать потому что делая на себе первично этот расклад я увидела очень многие вещи у меня сложилась такая знаете четкая картинка того что происходит на данный момент например если одна из ваших потребностей базовых да не покрыта то сложно будет выстраивать какие-то допустим серьезные отношения если вы хотите потому что вы будете притягивать человека которым будете видеть необходимость покрыть эту потребность с помощью другого человека то есть не сами а именно с помощью другого человека и тем самым у вас рождается такие знаете кармические отношения в котором идет действительно проработка но если вы покроете сами самостоятельно большую часть да я не говорю стопроцентно это мне кажется нереально а большую часть своих потребность самостоятельно вы будете достаточно зрелой личности вам легче уже будет выстраивать взаимоотношения нам легче уже будет проявлять себя как-то социальной сфере для того чтобы зарабатывать деньги вот сегодня мы сделаем вот такой вот небольшой диагноз вы увидите срез вашей потребности на что возможно нужно обратить внимание кого заинтересует расклад добро пожаловать на индивидуальный расклад более подробно более глубоко именно под вас мы посмотрим увидим причины что работает что не работает суть этой пирамиды у меня в компьютере есть графическое отображение данной пирамиды поскольку это иерархические потребности они были направлены на мотивацию то есть чтобы может человеку делать то либо иное но мы это смотрим вот с точки зрения именно самопознания данная пирамида она делилась на три уровня это базисные потребности да то есть без которых вообще ничего в принципе не происходит то на чем держится сама основа дальше потребность контакте и в дальнейшем уже потребность развития эти три категории делятся еще на категории в общей сложности получается краски семерка опять-таки ничего не случайно 7 планет основных использовались в магии число 7 достаточно такое магическое волшебное но наша задача все-таки понять и разобраться очень напоминает для кого-то может быть и если вам нравится диагностика чакр например тут это вот что-то может быть как-то ассоциативно у вас и уляжется но мы все-таки продолжим или поскорее начнем вот и в процессе вы уже сообразите и так а идея данной пирамиды заключалась в том что не покрыв основные базовые потребности на его человек не может дальше идти и благоприятно так скажем развиваться и так самый первый уровень который относится базисным потребностям это физиологические потребности вот прям если вы умеете делать ассоциации сравниваете именно с им описанием чакр очень-очень созвучно физиологические потребности которые есть у человека это пища вода и сон это самое основное когда человек голодный когда человек у человека есть жалко когда человек не выспавший а вот о каком развитии вообще ему пойдет речь да то есть о каком там я не знаю желание кого-то там любить либо желание размножляться либо вообще желание там заниматься красотой творчество такое поэтому это называется базисная потребность самое первое физиологическое без нее если вы ее не покрыли ничего в принципе ну вот нелогично да хотя есть конечно же сторонники того что это не имеет никакого отношения но все-таки придерживаемся данной таблицы и да надеюсь что так оно и есть потому что мне она может достаточно логично и так покрыли вы первые три карты я выложу на то что посмотреть покрыта ли у вас эта потребность именно физиологии физиологическая в пище в воде и в снег то есть насколько либо покрыта она или нет в принципе так пища вода и сон вы знаете здесь сразу хочется сказать что если с едой и с водой чисто теоретически да не потому что смотрится значит вас покрыта нет уйти могут быть разные сложности да кто-то может даже голодать но я могу сказать что это да но вот что касается со сном я бы сказала что есть такое невысыпание почему потому что выпала пятерка мечей вообще наличие карт ничего мечевых раскладе да это показатель очень активной работы мыслительного процесса и стресс он происходит от того что мы очень много находимся в уме да мы очень много думаем и здесь выпала пятерка мечей и паша мечей оба аркана они такие достаточно жесткий пятерка мечей находящиеся в сфере гибура говорит о том что здесь мы проявляем некую такую силу да не пойдет сопротивление чему-то то есть что то что у нас не удовлетворяет когда мы хотим получить то что мы хотим вот именно одержать победу любой ценой потому что у нас есть такое понимание что нам это нужно то есть здесь есть такое знаете некое бунтарство причем это проявляется силы я это получу потому что я этого хочу знаете некая такая доля эгоистичности она все-таки проскальзывает а вот ваш мечей он нам говорит о том а беспокойности нашего ума на данный момент когда мы ищем какие-то ответы на вопросы мы достаточно насторожены у нас не хватает какой-то информации и вот на данный момент что вы проживаете я могу сказать говоря о потребности чтобы потребность во сне она у вас не покрыта то есть если с водой и с как-то более-менее нормально да ну то есть сыты жажда утолили то вот сон он либо беспокойный либо он какой-то прерывистый либо не знаете много вот во сне крутитесь такое ощущение что нету расслабления нету какого такого успокоения нету наслаждения либо он урывками чуть-чуть ночью поспите еще днем так знаете чисто по-солдатски 20 минут но здесь показатель того что ваш беспокойный если он беспокойный значит не умеете расслабляться и не умеете расслабляться сон наслаждением в удовольствием говорим про это не будет есть какие-то вещи которые вас беспокоит а если они вас беспокоит сложно знаете действительно для не то что вы не спите а именно получить удовольствие проснуться отдохнувшими здесь вот вопрос в отдыхе на что даже не в самом снег как такого а вот именно в отдыхе в расслаблении нету и это потребность уже на первом этапе она должна нас немножечко напрягать и говорить о том что здесь возможно вы конфликтуете да потому что вот есть вот этот вот какой-то недосып и нету вот это отдыха нету расслабления возможно какие-то конфликты возможно какие-то стрессы очень напряженные ситуации я не могу сказать что здесь есть головные боли но такое вот знаете ощущение когда вы прям вот комок сжатых каких-то мышц возможно даже есть и в теле реакция то есть нажимая на какие-то определенные участки вашего тела да где мышцы не расслабляются вы можете почувствовать болевые какие-то ощущения то есть здесь уже потребность физиологическое одно скажем так вот ну допустим на процентов 60 макс 70 только пока покрыт покрыта а это уже показать за того что пирамида она не полностью имеет базу точность стопроцентная значит как следствие вышестоящие ступеньки они будут еще меньшим проценте если вы хотите чего-то проще говоря достичь первая рекомендация вот прям самые самые первые рекомендации не совет рекомендации спите хорошо найдите общий язык со своей совестью найдите общий язык со своими мыслями делайте все что угодно чтобы у вас был прекрасный сон чтобы вы могли хотя бы как минимум расслабляться отдыхать это вот самая первая рекомендация потому что это базис и она повлияет на все оставшиеся что будет выстраиваться на ней а важная потребность это ощущение защищенности при так хочется и до 2 чага прямо чувствую чувства связь защищенность стабильность и уверенность насколько у вас покрыта эта потребность то есть насколько вы ощущаете проще говоря себя защищенными стабильными уверенными в себе так Так, вот насколько присутствует защищенность и стабильность, вот здесь не то, что стоит немножко усомниться, а дело в том, что выпадают две кубковые карты, это паш кубков, да, то есть опять это начинание, это эмоции, это уже и выпадает таркан солнца. Вот здесь вот знаете, какое такое вот ущемленное чувство собственного достоинства, то есть здесь реакция может быть, вот вы достаточно такой ранимый человек, да, но ранимый не потому, что вы слабый человек, а потому что вот у вас какие-то есть уязвленные, если есть такое слово правильно, да, места в вашем каком-то характере. Почему? Потому что вот семерка кубков, она говорит о том, что вот ваше восприятие мира, оно достаточно какое-то вот идеализированное, и когда есть несовпадение реальности именно с вашими восприятиями, да, то, что для вас важно, то вот здесь вот происходит какой-то вот взрыв достаточно такой эмоциональный. Я могу сказать, что вы эмоциональный человек, да, вы достаточно такой яркий, открытый человек, доброжелательный человек, но в то же время вот именно вот эта вот детскость, которая, инфантильность присуща вам в каких-то моментах, не во всех каких-то моментах, она может вызывать у вас непокрытость этой потребности, да, что касается именно защищенности и стабильности. Вот уверенность у вас, она есть, да, в большей степени она покрыта, а вот что касается защищенности, не всегда. И это связано вот как раз-таки именно с проявлением вашего восприятия мира. Иногда вы чувствуете себя уязвимыми, да, когда вам делают больно, да, вот какие-то вот, цепляют вас за эмоции. Вы достаточно эмоциональный человек, а с такими людьми, вот, очень яркими, да, такими душевными, с такими людьми бывают такие вещи, что ими легко управлять, ими легко манипулировать. И вот здесь вот уже первых базовых потребностей, да, что касается сна, я говорила о том, что есть некое такое беспокойство некое, и это связано в какой-то степени, да, с вашей еще и неуверенностью. Но она не всегда, то есть в принципе ваш каркас, да, он достаточно уверенный вот такого человека. Но если вас как-то, знаете, вот вывести на эмоции, да, то вы теряете, вы теряете почву под ногами, вы чувствуете себя нестабильным. То есть пока вы контролируете свои эмоции, у вас все окей. Стоит вас только зацепить за какие-то эмоции. То есть ваше восприятие мира, оно идет через, знаете, через ощущение какой-то вот красоты, такой эстетики, чувствование через любовь. Вот эти вот состояния и чувства, они для вас не чуждо, они очень значимы, вот есть ценность. И если кто-то туда начнет тыкать иголкой, да, то у вас проявляется уже сразу вот эта вот мечовость, да, настороженность. То есть меня могут ранить. Здесь у вас появляется ваше, я не знаю, такое вот уязвимое ваше место. В каких-то моментах вы еще достаточно инфантильны и достаточно наивны. И от этого зависит вот ваша уверенность. Но сказать, что вы защищены с позицией именно характера, я не могу сказать почему. Потому что все-таки вы делаете опору не на какие-то, вот знаете, логические, да, не на логику, а вот больше на как-то на интуицию. И здесь опять-таки есть какие-то непроработки. И вот от этого ваша стабильность, да, вот именно того, что с вами происходит, она зависит. То есть здесь уже сразу потребности говорят о том, что ваша стабильность напрямую зависит от ваших эмоций. То есть когда вы в хорошем расположении духа, у вас все хорошо, вы идете на пролом, вы достигаете, вы лидер, вы можете, у вас есть способности. У вас все получается, но стоит только вашим эмоциям включиться как-то, что-то, а как-то что-то именно на уровне логики, когда вам словом вас зацепили, да, потому что есть какое-то вот такое недоверие, да, ощущение опасности присутствия. Дальше мы это посмотрим, там вышестоящих уровней, но все равно это ощущение, что я буду остерегаться. И вот тогда, когда кто-то что-то скажет, выводит вас на эмоции, все, вы теряете какую-то стабильность, и у вас в жизни, ну, начинается такой этап, когда вы теряете контроль, контроль над своей жизнью, и вы становитесь заложниками ситуации, которые с вами происходят. То есть вот из этого двойного триплюта уже, и из базовых потребностей на основе этого уже можно понять, почему у вас, допустим, в отношениях что-то может не складываться, да, как вы себя, может, проявляете в взаимоотношениях партнерских, в дружеских, да, либо в отношениях со своими родными и близкими. Также здесь вот прям видно взаимоотношения с финансами, да, то есть ваши вот отношения с ними немножечко такое вот иллюзорное, то есть пока вы сахуетесь в спокойном состоянии, деньги к вам приходят. То есть вот стоит вам только немножко переживать, либо еще что-то включиться как-то эмоционально, ну, все, вам уже нет дела до работы, нет дела до денег, и вот они от вас постепенно отдаляются. То есть из этого можно уже сделать, если вы сядете, поразмыслите, сделаете какие-то связки, уже можно сделать какой-то определенный выбор. То есть говоря о том, что, на что нужно обратить внимание, первое, это на сон, и второе, на вашу эмоциональность, да, почему вы не чувствуете защищенность. Здесь у меня сразу автоматически выходят какие-то сценарии непосредственно детские, связанные с родителями, да, почему у вас вот эта вот появляется эмоциональность, где ваша вот эта вот чувствительность, как вы воспитывались, как вы росли где-то в возрасте с 3 до 5 лет. Да, ваше взаимодействие с мамой, ваше взаимодействие с отцом, потому что здесь вот есть какая-то незащищенность, да, вот какие-то детские сценарии. То есть уже есть вектор направления, где можно поработать, над чем? Для того, чтобы, для чего мы это делаем? Чтобы покрыть эти потребности самостоятельно, чтобы не желать это, потому что не покрыты эти потребности, вы будете требовать это от своего партнера, да. То есть подтверждение того, что в сложную минуту на тебя можно положиться, да. Насколько ты можешь меня защитить. Вы будете хотеть некой такой финансовой стабильности от вашего партнера. То есть для вас это будет важно. Насколько он, какую сумму он зарабатывает, насколько постоянно он зарабатывает, насколько у него есть жилье. То есть вот эти вот, вот некая такая стабильность в отношениях, очень важно будет какая-то такая, знаете, некая рутина, постоянность. Вот знаю, сегодня мы встретимся, да, мне надо конкретное время, куда мы пойдем, что будем делать. То есть вот это вот спонтанности вам не будет желаться в отношениях, вам нужна будет конкретика, ясность именно в отношениях с вашим партнером. Это показатель того, что вы за счет партнера покрываете свою потребность. Проработав себе, вы сможете протянуть другого человека с другими качествами. То есть если вас это раздражает, ну, это показатель, что у вас есть это. Дальше. Идем к второй потребности. Потребность в контакте. Она подразделяется на три уровня. Это социальные потребности, потребности в уважении и признании, и потребности в творчестве и познании. Я вытащу три карты на каждую из этих потребностей. То есть на социальные потребности, на потребности в уважении и признании, и на потребность в творчестве и познании. Значит, первая потребность, социальная, она говорит об общении, заботе и поддержке. То есть вытекает, видите, вытекает, как раз из предыдущего уровня. То есть насколько она покрыта у вас, да, в общении, заботе и поддержке. Но здесь, знаете, я бы сказала так, примерно 50 на 50. То есть общение, оно у вас, знаете, выборочное, да, с теми людьми, которые для вас ценные, которые для вас важны. В то же время вам очень интересно общаться, да, но, знаете, вот вы выбираете, с кем вам общаться. Вам интересно с теми людьми, которые дают вам какую-то ценность, знания, возможно, да, какие-то состояния. Но вот вам очень любопытно, вам интересно. И поэтому, что касается заботы и поддержки, вот здесь вот вам хотелось бы, да, чтобы к вам больше, о вас больше заботились. Вот здесь вот эта вот потребность, видите, она прямо выше, из вышесказанного выходит. Хотелось бы больше заботы, да, хотелось бы больше внимания, чтобы вам уделяли больше внимания. То есть если с общением, хорошо, то вот с заботой и поддержкой, ну вот с поддержкой я, я бы сказала, знаете, здесь нормально, здесь она покрыта достаточно, да. То есть есть она, хорошо, нету, тоже я как-то справлюсь с этим. А вот что касается заботы, поскольку здесь выпадает Паш Пиндакли, я могу сказать, что вам ее не хватает. Потому что все-таки Паш, это не зрелость, это начало только энергии, это зарождение, да, это любопытство, это некий такой интерес. То есть вы хотели бы, чтобы вами больше интересовались. То есть забота проявлялась не в каких-то конкретных действиях, а больше во внимании, да, чтобы вам уделяли больше внимания, чтобы вами больше интересовались. Что вы, как вы, то есть не какие-то конкретные действия, а вот больше внимания не хватает. Что касается потребностей в уважении и признании, здесь у нас выходит любовь, сотрудничество и привязанность. Вот здесь, что касается сотрудничества, поскольку выпал великий аркан шестой, любовников, да, lovers, то есть аркан выбора, как мы его привыкли говорить, вот с любовью здесь как-то вы еще немножко не определились. То есть нужна она вам, не нужна, какая любовь, то есть вот здесь вот я бы сказала, что вы находитесь где-то на выборе, на каком-то перекрестке. Сотрудничеством вы сотрудничаете прекрасно, насколько здесь мужская и женская энергия, да, то есть могу сказать, что находитесь в каком-то балансе, то есть сотрудничеством у вас все нормально, так как у вас и сообщение нормально. Наравно, то есть до сих пор пока ваш партнер не будет перегибать какие-то вот границы, то здесь в принципе все нормально. А вот что касается привязанности, вот здесь вот... Не то, что здесь есть какой-то перекус, а вот здесь, знаете, иногда бывает такое, что исходя из вышесказанного, что вот у вас есть некая такая неуверенность, иногда эмоциональная в себе. И вот здесь вот границы привязанности, да, ну то есть они могут быть, то есть здесь могут быть, знаете, привязанности к людям, которых вы цените и уважаете, не ко всем. То есть к определенным людям вы можете действительно очень сильно привязываться, и развязка с ними бывает достаточно болезненная. То есть здесь привязанность есть, но она не связана с тем, что вы не уверены и держитесь за этого партнера. А скорее всего, наоборот, здесь может быть даже так, что люди иногда к вам привязываются, а вы хотите быть более как-то, ну вот, самодостаточно независимой, да. То есть здесь, мне кажется, перекор того, что вот вы как-то вот проявляете какую-то свою независимость, и люди к вам тянутся, привязываются, как-то, может быть, вас начинает партнер контролировать что-то. Слишком ты уж самостоятельная. Здесь вот какая-то самостоятельность, но подвох в этой самостоятельности не в достаточности психической. То есть у меня все хорошо, я в балансе, а вот скорее всего для того, чтобы как-то вот привлечь внимание. То есть здесь вот какая-то такая тонкая идет информация о том, что я отдаляюсь от, как-то вот хочу все сама-все сама, но не потому, что я этого действительно хочу, чисто такая какая-то женская логика, а потому, что я хочу привлечь как-то к себе внимание и вот получить вот это вот эмоциональное самоутверждение за счет, вы знаете, внутреннее удовлетворение. То есть я хочу как-то удовлетвориться, что вот за мной бегают, что ли, на меня обращают внимание. Вот покрывая вот эту вот вашу уязвимость детскую, эмоциональность, вот мне нужны эмоции, но при этом я не хочу упасть лицом в грязь. И поэтому я буду как-то притягивать к себе внимание, отдаляясь, да, чтобы вот как-то вот партнер обратил на него внимание и начал за мной бегать. Здесь какие-то, знаете, вот очень интересные такие манипуляции, типа резиночки, да, отдаляетесь, притягиваете. Чем дальше вы отдаляетесь, тем ближе вы притягиваетесь друг к другу. Поэтому здесь вот, что касается привязанности, да, вот здесь у вас, скорее всего, будут проработки кармические с вашими партнерами. То есть если со всем остальным еще как-то может быть что-то, потребности как-то вот можете еще покрыть сами, либо еще что-то, то вот здесь вот очень серьезные проработки, потому что вот выпал все-таки великий аркан. Аркан влюбленных и королева жезлов, да, то есть вот именно становление вашей личности, а выше был аркан солнца. Вот прям, знаете, вот как-то что-то связано с вашим уязвимым эго. Вот в нем какая-то, какая-то вот болезненность. Вот это будет приносить вам очень и очень много проблем. Именно через восприятие себя. То есть такое ощущение, что вот вы себя как будто бы не то что, ну, недооцениваете, и люди, мир вот вам периодически это показывает, и вы как будто бы нуждаетесь в том, чтобы мир оценивал вас, да, чтобы как-то вот поднялись выше, утвердились, да, увидели, убедились в себе. Здесь какие-то очень тонкие процессы идут, вы уж сами знаете. Хорошо, и последняя потребность, потребности в контакте, это в знаниях, в умении чувствовать и вообще в ваших способностях, да, то есть в творчестве и познании, что у вас здесь. Ну, здесь я могу сказать, что у вас хорошо и стабильно, то есть вот эта вот потребность в творчестве и познании, вы ее, в принципе, покрываете в знаниях, в исследованиях, в своих способностях, да, вы это делаете с огромным удовольствием, потому что четверка жезлов, она хоть и стабильная, но она говорит, а. То есть вы наслаждаетесь и радуетесь тем, что вы имеете, да, вот у вас есть какое-то вот это вот ощущение благодарности за то, что я знаю, либо если вы что-то узнаете, что-то исследуете, вот это вот такое ощущение, что это ваша стихия, именно познание, вы, получается, для вас это праздник, для вас это радость, вам это дается достаточно легко, потому что это все-таки четверочка, вам это дает какую-то вот опору, понимание. Здесь я могу сказать, что вот умение, с вашими умениями и знаниями, вот это вот вам достаточно легко это делать. Эта потребность, по крайней мере, у вас покрыта. И мы идем на следующий, третий уровень, это потребности в развитии, непосредственно в него входят два подуровня, если так можно сказать, это эстетические потребности и потребность непосредственно в самоактуализации. Поэтому я вытащу две карты, и мы посмотрим, что у вас здесь, да, потребности в развитии. То есть первая карта у нас будет говорить о эстетической потребности, это потребность в красоте, в путешествиях, посещении музея. Ну, что касается красоты и вот этой эстетики, да, вот эта вот потребность у вас покрыта. Во-первых, это восьмерка женок, то есть восьмерка уже близка к десятке. А во-вторых, с помощью этого вы как-то развиваетесь, да, это общая, возможно, какая-то тема коммуникации, то есть это ваше развитие, ваш рост. Прямо вот находится, как раз покрывает потребность развития, то есть карта сама за себя говорит. Вот через именно красоту, да, вот вы развиваетесь. Вкупе того, что я сказала о знаниях, да, вот ваше знание, они приходят как-то вот через эстетику, через умение замечать вот красоту, красоту в людях. Ну, причем, что у вас изначально у базовых потребностей была семерка кубка, вот эта вот идеализация и умение чувствовать. Поэтому эта потребность, она у вас покрыта. Ну, и красивой душой, могу сказать, человек, и вы красоту, это вот, это ваша, как бы сказать, ваша основа, да, ваша призма восприятия всего. То есть вы на мир смотрите вот через призму красивого. То есть вы любите выбирать одежду достаточно такую красивую, да, ухоженную, эстетически приятно гармоничную взгляду. И, кстати, выбор партнера для вас не случайный. То есть вы больше оцен делаете на визуальное восприятие партнера. То есть для вас важно, как он выглядит, да, как минимум, как максимум, чтобы он был красив, вот, а как минимум, чтобы он был достаточно гармонично вписывался. То есть внешний вид, вот эта вот ширма, она для вас важна. Почему я говорю внешний? Потому что внутреннюю красоту души человека, вы ее ощущаете, вы ее воспринимаете, потому что у вас чувствование очень хорошо развито. Помните, я говорила о любви, да, о божекубках. Тот, который воспринимает мир через свое сердце, через любовь. Вот для него это большая ценность. Поэтому о любовь и красота это почти синоним. Поэтому покрытие вот этой потребности, да, в то, что вы видите, в то, что вас окружает, насколько это красиво, насколько вы умеете развиваться через эту красоту, через взаимодействие с природой, это у вас покрыто. И последняя потребность, да, потребности в развитии, это потребность в самоактуализации. Здесь речь идет о лидерстве, о менторстве и непосредственно развитии, да, то есть насколько вы человек готовый вести за собой людей, да, кого-то, что-то, чем-то, чему-то обучать, не самому, вот сами вы обучаетесь, насколько вы готовы проявлять эти качества. Вот здесь, вот смотрите, очень интересный момент. Когда я рассматривала базисные потребности безопасности, я выбрал Великий Аркан Солнца. Этот Аркан, он сам по себе говорит о нервном таком лидерстве, да, это олицетворение Солнца. Солнце у нас также, оно яркое, это центр, да, все крутится в нашей, по крайней мере, галактике вокруг Солнца, вот, это очень яркое проявление собственной личности. То есть у вас заложены вот эти вот лидерские качества, кого-то вести за собой, как-то вот организационные какие-то способности, умение проявлять себя, светить. Вот вы как лев, да, у льва должна быть свита. В минусе это то, что вы зависимы от мнения других людей, да, то есть вас надо периодически хвалить для того, чтобы вы светили, потому что, если вас не хвалят, вы впадаете в некое такое уныние, лень, ничего не хочу делать, да, нету публики, актер не играет. А с другой стороны, вы достаточно человек, до которого можно положиться, да, в трудный момент, но очень надежный, при этом человек такой, знаете, вот, яркий, активный, позитивный, прям вот целеустремленный, но аркад, который выпал, четверка Пентаклей, она говорит о том, что вам и не хочется, да. Здесь очень интересно, в четверке Пентаклей нарисован именно король, да, то есть у человека, видите, корона на голове. То есть это монархическая какая-то личность, да, но не простой человек, то есть это не просто бедняк, который сидит и держится за свои четыре монеты, а это именно человек, именно король, который когда-то имел власть, который когда-то имел, что-то наработал, потому что за его спиной есть город, есть некий град, да, есть некое богатство, его империя некая, и он старается удержать то, что он имеет. Ну, здесь вот, в качестве, насколько покрыта ваша потребность, здесь такое ощущение, что не то, что она покрыта, а здесь то, что у вас нет желания, у вас нет проявления, вот этих вот желаний проявить эти лидерские качества, которые у вас есть, ну, то есть у вас нету, вы как будто бы сами себя ограничиваете, да, в удержании того, что имеете. То есть четвертая на четверку. Я лучше буду держать все знания, которые есть у меня, я не буду делиться, не потому что вам как-то вот жалко, да, а, наверное, потому что непонимание для чего. То есть у меня есть эти знания и хорошо, зачем я буду с кем-то делиться? Зачем я буду кого-то учить? Потому что здесь все-таки потребность в менторстве, в наставничестве, в передаче какой-то информации. У вас этой потребности нет. Ну, то есть, потенциала, да, как таковой есть, навыки есть, но такое ощущение, что вы это не раскрываете не потому, что не можете какой-то блок встать, а просто потому, что у вас есть убеждение, что, а зачем оно мне нужно? То есть, зачем мне лишний геморрой на голову? Зачем мне куда-то везти кого-то, да, зачем мне лишние проблемы? И вот здесь вот такой, знаете, очень интересную связку я вижу вот в этом развитии. То есть, у вас есть все-таки вот эта вот потребность светить и, возможно, в отношениях она будет проявляться то, что вы захотите мотивировать своего партнера куда-то двигаться, да, вы будете тем, как этот, идеалистическим, да, или как он там называется, лидер, да, лидер идей. То есть, ну, тот, который придумывает, куда пойдем, что пойдем, что будем делать, да, но при этом ваш партнер, ну, поскольку вы будете вести главенствующую роль все-таки в отношениях, ваш партнер, он будет более пассивный, ну, для того, чтобы была гармония. А вам, поскольку у вас все-таки выпадает пожи, говорящий о том, что вам хочется быть в пассивности, и вот здесь вот такая вот фишка получается, что вы не проявляете вот это вот лидерство в какой-то степени, вот эту вот потребность свою, вы ее не выражаете, возможно, в социальном, да, в профессиональной своей сфере. И, ага, а она у вас должна выйти, ну, потому что она у вас есть, у вас есть этот потенциал, и он выходит как-то в отношениях. И здесь у вас появляются проблемы. Я говорила о том, что у вас кармические будут отношения для проработки. Вы будете притягивать к себе людей достаточно пассивных, с более женскими, мягкими, ну, и качествами, но вам будет хотеться всегда, чтобы ваш партнер был сильнее вас. Но сильнее солнце, ярче солнце, что может светить? Только, возможно, другое солнце. И вот здесь вам нужно будет либо принять свою природу, да, что не то, что в вашей жизни не будет сильных мужчин, а вот здесь, вы понимаете, здесь такая, некая такая, такое противоречие, я хочу, чтобы вы его почувствовали, не поняли головой, а почувствовали. То есть, с одной стороны, получается так, что я хочу быть маленькой девочкой, я хочу быть защищенным человеком, защищенным личностью, ребенком, да, чтобы кто-то меня защищал, у меня есть эта потребность. А с другой стороны, я все сама, я все сама, я все сама. И в отношениях, вот здесь вот как раз получается такой, некая такая конфузия, когда вы притягиваете к себе достаточно мягкого партнера, более слабого вам, потому что вы сильнее по своей натуре, по своим возможностям и способностям, но у вас есть потребность, чтобы вас защищали, чтобы мужчина был сильнее. А вы притягиваете к себе слабого мужчину, потому что вы все-таки сильный человек. И вы будете требовать от него защищать, то есть вы будете требовать от него то, чего в нем нет. А имея в себе семерку кубков, да, вот это вот идеалистическое какое-то понимание мира, то есть вы будете переносить на своего партнера те качества, которые в нем нет. То есть вы будете видеть в нем того, чего нету, и будете его, как говорится, мучить, в кавычках, да, чтобы он дорос до того человека, которого вы хотите, чтобы он стал сильнее у вас. И наверняка у вас будет такая способность, да, ну как ты, когда человек доросил до этого уровня, он будет уходить, да, и будет создавать другие отношения, в которых он там будет лидер, а его вторая половинка, она будет более пассивная. Как вариант, это будет вас бесить, и вы не будете понимать, в чем причина. Причина-то вот и заключается в вашей потребности быть защищенной. Но с другой стороны, ваше утро, ваше природа, ваше свежие – это солнце. То есть вы сами себя можете защитить. И не только защитить самого себя, но и кого-то другого. То есть вы можете либо жечь своими лучами солнца другого человека, либо обогреть. И вот это самое главное ваше потребность, если вы ее не проработаете, вот эта вот потребность защищенности в себе, некой такой уверенности, хотя она у вас есть от ситуации к ситуации, но вот ощущение вот этой вот незащищенности, вот безопасности, у вас есть ощущение, что мир небезопасен, да, надо быть все время на стороже по пажу мечей. Я все время с оглядкой на что-то, с оглядкой на мнение других людей. Защитить, чтобы вас кто-то защитил. Вот пока вы вот эту вот потребность, это самая ваша основная и главная потребность, на которую можно было сделать бы акцент в данном раскладе. Если вы ее не проработаете, тогда вам сложно, у вас не будет, скорее всего, желания вести за собой людей, потому что вы незащищены, значит, вы зависимы от мнения других людей. Куда я буду вести других людей? Потому что если кто-то мне что-то выскажет, я все брошу, я эмоциональный человек, у меня ничего не будет получаться, и как следствие не будут приходить деньги. То есть они будут сомневаться, я не смогу проявить себя на 100% в профессиональной своей сфере. Стоит вам покрыть, разобраться в этой потребности, с чем она связана, с какими материнскими, детскими сценариями, что поработать, почувствовать, что я в безопасности, что мир не агрессивный, больше доверять, здесь вопрос доверия тоже, как себе, так и миру. И тогда у вас появится, знаете, внутреннее вот это вот желание, иска, а знания у вас есть, знания вам даются легко, и тогда вы захотите поделиться с другим человеком, с другими людьми, тогда вы захотите их вести, и тогда вот эта вот потребность в развитии, она обоюдная, то есть когда вы ведете людей за собой, что происходит, передавая им знания, они взамен вам дают какие-то вопросы, что-то задают, и вы не сможете на них ответить, и тогда через них вам придется развиваться, то есть чтобы найти ответ на вопрос, который вам задают, а вам нравится учиться, это ваша природа, это ваша стихия, вы будете больше расширять свои сознания, а когда вы все держите в себе, то вам всего достаточно, то есть вам достаточно этих знаний, которыми вы уже владеете, вам нету, как-то знаете, вот мотивации, когда мы говорим про пирамиду мотивации, дальше как-то развиваться, как-то расти, ну то есть вы на данный момент достигли какого-то своего потолка, и вам нет смысла куда-то что-то дальше, то есть расти и развиваться только с целью, чтобы что-то кому-то передать, то есть накопительство, оно имеет свойство загниению, и некой такой деградации, вот вы сейчас находитесь в том этапе, когда ничего в болоте, ничего не происходит, ничего не развивается, хотя непосредственно развитие, это ваша природа, вам нравится это делать, вам нравится что-то познавать, но когда вы это держите в себе, а не делитесь, неважно каким способом, то есть не обязательно создавать какие-то свои школы, и быть как-то учителем, наставником, это можно делать элементарно, через написание каких-то постов, через кем-то просто поделиться какой-то информацией, через задачи, вот здесь вот получается, что у вас потребность идет накопительство, 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 но вы не осознаете, что вы уже перекопили это все, и вам нужно уже отдавать, то есть чем больше вы будете отдавать, тем больше вы будете понимать, что вы ничего не знаете, и у вас будет стимул расти на самом деле, и вы будете получать как раз это через рост, вы будете наполняться, вы будете получать то удовольствие, и не будете перестанете идеализировать этот мир, то есть вы будете получать удовольствие от своего собственного развития, от того, что вы понимаете, что вы изучаете, вы будете взаимодействовать с людьми, и тем самым вы будете наполняться, и у вас акцент уже будет на удовольствие больше, а не на какую-то опаску, либо на какие-то негативные комментарии. А причина всего этого начинается как раз с госпожа Куков, с незащищенности. Вот поищите в своей детской сценарии в возрасте 3-5 лет, когда у вас было вот это вот, родилось вот это вот ощущение, что мир небезопасен. Возможно, у вас составляли родители долгое время дома, да, и вот вы чувствовали, что вы одни. Возможно, на вас не обращали внимания, потому что внимание для вас очень важно. Но какое внимание вам уделяли родители, да, насколько вы чувствовали, что когда у вас рождаются какие-то идеи, вас одобряют. То есть папа с мамой говорит, ой, молодец, какая картинка красивая, как ты нарисовал, какой-то он меня молодец говорит. То есть насколько было вот это вот словесное поощрение, да, не телесное, а именно словесное. Насколько вы получали вот это вот чувство, что есть кому обратиться в сложную минуту, что вам есть на кого опереться, что когда вы поранили маленьким ребенком ногу, вы могли побежать к маме, и мама подула бы вам на вашу ранку, сказала, да все будет хорошо. То есть у вас было вот это вот чувство, что вы не одни, потому что здесь вот ощущается вот это, вы знаете, вот эта вот самодостаточность, как я говорила, но в минусе самодостаточность. То есть нету психической целостности, опора на себя, а есть какое-то, вы знаете, вот это вот желание доказать, я могу, конечно, вы можете, у вас сила колоссальная, у вас энергетика обалденная, вы фонтанируете этой энергией, но у вас нету вот этого вот собственного принятия, потому что внутри где-то ваш ребенок, он еще и заранен. Вот здесь вот вам нужно с этим работать. Смотрю. Хорошо. Вот такой вот расклад был сегодня в комментариях. Я жду ваши комментарии, мне было бы очень приятно, если вы хотите сделать мне приятное, чтобы вы написали, насколько вот такого формата расклада, чисто психологическое, как я говорю, да, на основе философского какого-то направления психологического, на стыке этих двух наук, так я скажу, да, второй психологии, вам интересны были расклады, потому что если говорить обо мне, то меня достали уже какие-то вот эти вот бытовые вопросы, честно, элементарно. То есть вот мне-то хочется делать какие-то расклады, такие достаточно философские, которые вот будут вносить в вашу голову взрыв, какие-то инсайты, да, разрывать ваши шаблоны, то есть понимать, блин, вот она причина, и из-за этого у меня вся жизнь не складывается. То есть стоит только вот эту вот маленькую детальку поставить на место, и все, у меня заработает, и я понял, наконец-таки я понял, я поняла, что, что здесь не так, да, с чем нужно работать. А вот такие, короче говоря, расклады. Если они вам интересны, то есть вопрос в этом был, да, то есть насколько они вам полезны, насколько они вам интересны. Хотя с другой стороны, поскольку они интересны мне, я его буду делать. Но все-таки хотелось бы, чтобы то, что я делаю, находило какой-то отклик у вас, хотя бы у одного человека, да, то есть на большее я не претендую. Ну, вот такой вот расклад. Благодарю вас за внимание. Очень буду ждать вашей обратной связи. Лайки, дизлайки – это уже известно. Система, если вы впервые на канале, послушайте обязательно видеоролик, ссылку которого я дам, в описании к этому раскладу, о том, о чем вообще мой расклад, мой канал и что я хочу донести до вас. Может быть, немножечко жесткие там слова звучат, но, в принципе, как говорится, имеющие уши, да услышат, да почувствуют. Вот. На что будет направлен в ближайшее время мой канал и все мои расклады. А я с вами прощаюсь. Пока-пока.